Потому что я услышал эту народную боль, я стал докапываться в Министерстве обороны, кто же сегодня отвечает за финансирование участников боевых действий. Еще несколько месяцев назад вы знали одного человека, который рулил финансами, Татьяна Викторовна Шевцова. Было дело, да? Скажите, пожалуйста, вот вы знаете сегодня, кто отвечает за финансовое обеспечение тех, кто дерется сегодня с врагом на Курской земле? Да ничего вы не знаете. И я не знаю, потому что я уже палец стер, нажимая кнопки и пытаясь в Министерство обороны дозвониться до начальника, который должен решать эту проблему. Вот какой-то очень интересный момент у нас. Говорят, вы знаете, по-моему, говорят мне, отвечает первый заместитель министра обороны Горнин. Потом мне говорили, стоп, так же Цивилева была назначена на этот вопрос. Да, сразу же вот когда Шевцова не стало, назначили Цивилеву. Понятно. Пытаешься в аппарат проникнуть и спросить у Цивилевой, а кто отвечает за этот вопрос? А вы знаете, что у меня в аппарате? Вы знаете, она уже через несколько месяцев, после того, как была назначена заместителем министра обороны, она назначена на другую должность. Вот вы помните, нам недавно звонила с Владивостока женщина, у которой там, у мужа, сын погиб, а ему не дают свидетельства о смерти. И так вам понятен этот вопрос. Я направил туда корреспондента, как и обещал, позвонили и поговорили с этой женщиной, у которой жаловалась. Что выясняется на сегодняшний момент? Я не оставляю эту ситуацию, я вам хочу сказать. Вдруг до меня доходят сведения, что этот парень или молодой человек погиб в структурах Вагнера. Опа-па! Внимание! Отец приходит, отец законно, он же начитался, убитый горем. Отец приходит в военкомат, говорит, деньги давайте, ведь за смерть сына мне положено, там 2 миллиона обязательных, Владивосток еще миллион. А военкомат говорит, нет, тебе ничего не положено, батя. Прими соболезнования, не положено. С кем твой сын подписывал контракт? С кем? С Вагнером. А какое отношение имеет в данном случае Министерство обороны и в лице военкома к Вагнерам? Батя, надо обращаться к Вагнеровцам. Вагнеровцы уже раскололись там на 4 часа, куда бедному отцу идти? Человек не подписывал контракта с Министерством обороны. А помните скандал был между Пригожиным и Шойгу, когда Пригожин там орал, что ему Шойгу снарядом не дает? На каком основании? Да, вот казалось бы, на каком основании? Хотя я бы рассказал свой святой вопрос. Дайте снаряды вагнерам, что он же будет врага бить, да? Но вопрос-то в чем? Нужно оформлять же какие-то документы, надо же потом за снаряды отчитываться, да? Вопрос-то Министерство обороны правильно поставили? Да, мужество, героизм, отвага вагнерцам не обсуждаются. Они очень хорошо молотили этих украинских бантиков, но все же должно делаться по закону. Вот куда? Среди вас много умных людей. Человек погиб за родину. Баранец, какая разница, он подписал с Министерством обороны или с вагнеровцем? Плати деньги и все по закону. А закон распространяется на вагнеровцах? Нет. А ЧВК есть? Нет. Гуляй, Вася. Первая тема, которую хотелось бы с вами обговорить, это, звичайно, трек перемовин, или таемных перемовин, как их можно назвать. Сейчас будем разбираться, про что идет мова. В общем, вот эта дипломатия второго треку между Украиной и государством, державой и окупантом, Российской Федерации, ДИЦАЙТ. Такая газета, вона пише про то, что представники Украины конфиденційно ведут перемовины с представниками краяни-агресора Росией. Зокрема, таки контакти, власне, і називають дипломатію другого треку. Власне, в цій же ж статті йдеться мова про те, що, власне, ось ці перемовини, вони призначені для того, щоб намацати, проговорити, побачити, умовно кажучи, рамки певній компромісу. Процитую. Питання вже не в тому, чи відбудуться переговори. Питання в тому, коли і яким чином це відбудеться. Головне одне, Володимир Путін має бути до цього готовим. Але крім цього, не лише газета ДЦАЙТ, а ще низка різних засобів масоінформації, світових, відомих, написала про те, що нібито ведуться перемовини. Зокрема, йшла мова і про так званий енергетичний трек, про, власне, те, щоб не завдавати взаємних ударів по об'єктах енергетики. В той же час, давайте послухаємо позицію влади. Єрмак, глава Офісу президента, в ефірі телемарафону «Юдині новини» говорить про те, що Україна не веде жодних перемовин із Російською Федерацією. Але, але, що цікаве, посередництво Катару в енергетичних, от, власне, питаннях, в цьому енергетичному треку не виключається. Давайте послухаємо, що сказав Єрмак. Ці переговори точно про те, як про це пишуть, що це нібито переговори України-Росії, це точно неправда. Що відбувається? Ми провели тематичні конференції. Перша конференція була щодо енергетичної безпеки. Вона була онлайн, але таким соорганізатором був Катар. Ми зафіксували принципи. Після цього ми сказали, що якщо сьогодні, наприклад, Катара або інша країна готова імплементувати ці домовленості через угоди з Україною окремо і, наприклад, окремо з Російською Федерацією, будь ласка. Якщо такі домовленості будуть, Україна готова їх розглянути. Бо це абсолютно відповідає тим принципам, які закладені в формулі миру України. Пане Карле, тож що відбувається? Чи дійсно, на вашу думку, відбуваються певні ґрунтовні перемовини? За посередництва чи без посередництва? І, зрештою, яка мета цього всього? Чи Україна дійсно хоче перемовин? І чи головне Росія хоче перемовин? Тому що ми добре бачимо, як зараз розвивається ситуація на фронті, як тисне далі Росія. Я буду відверто неправдивим, якщо я скажу, що я ставлюся негативно до ідеї перемоги. Щоправда, я цю ідею озвучував рік-півтора тому, коли наші позиції були досить непогані. І можна було б розраховувати, не бути впевненим, Боже, Борони, але можна було б сподіватися на те, що можна досягнути якихось припинення вогню на більш-менш нормальних для нас умовах. Підпишіться на канал і не пропускаєте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.